Всем привет, дамы и господа! В эфире Вечерний Садовой. Я снова оказался на Восточном Кладбище. Сегодня погодка получше, и я немножко поснимаю вам могилы. Сегодня я буду ходить по аллее известных людей. Вчера мы ходили по политической аллее на кладбище. Мы немножко пройдемся, посмотрим и пофотографируем. Ребятки, не успел я включить камеру, и когда снимался селфи, подошел вон тот мужичок, какой-то хмырь, и начал говорить, что «А чего вы снимаете административное здание? Это, которое сейчас я смотрю, которое только что было за спиной. Вон то». То есть у него включился сразу же синдром бахтера. То есть он думает, что это здание административное, значит, оно должно быть защищено лично им. И если его дозвола на съемку не будет, и он это проконтролирует, то это здание не разрушится. Вот так вот маленькие люди, получая какую-то незначительную должность, превозносят себя, и потом проявляют вот так свою важность по поводу и без. Это называется синдром бахтера. Никогда так не делайте. Это уничижает и вас, и примитизирует вашу жизнь. Тем более, находясь на кладбище. Тут вообще понятно, что мы все тут будем, поэтому пыжиться и строить из себя начальника калитки или директора шлагбаума абсолютно не стоит, потому что в глазах своего оппонента вы всегда будете смешны. Итак, вот какие-то свежие захоронения. Ребята, по-моему, это Владимир Макей. Сейчас я сниму. Да, действительно, по-моему, это Владимир Макей, если я не ошибаюсь. Это его надгробие. По фотографии похож. По-моему, он умер год назад. Блин, я не знаю, все завалено цветами. Надо потом будет перегуглить, где он похоронен. Ладно, давайте не будем отвлекаться от свежих могил. Пройдемся хотя бы вот по этой аллее. Майданцик. Данцик – это город, бывший Гданцик. А это какой-то, наверное, актер. И камушки. Может, это был еврей, потому что, видите, складирует камушки. Герасименко. Таких не знаем. Народный артист Беларуси, композитор Смольский. Очень интересная и такая, как нотная грамота. Вот какой-то очень православный. Георгий Поплавский, академик Российской академии, народный художник Беларуси. Симпатично. Плащик Владимир Сергеевич. Достаточно простой, лаконичный памятник. Интересно, вот такая открытая книга с изгибами. Барбук Геннадий Михайлович. Такого не знаю. Возможно, какой-то актер. Потому что вон какие-то сцены из кинематографических съемок. Возможно, он снимался в кино. А вот, пожалуйста, Нижникова Тамара Николаевна. Тоже актриса. Народная артистка СССР. Надо смотреть больше советского кино, потому что я хожу и никого практически не знаю. Эдуард Зарыцкий, композитор. Твоя белая крыла плывут. Да, надо меньше слушать Строма и Канни Вест. И больше слушать нашего, чтобы хотя бы не плавать здесь в информации. Вот Игорь Лучинок знаю. Знаю песни, пели на уроках пения Игорь Лучинок. Даже помню его портрет, висел в школе в кабинете музыки. Вот такой вот какой-то доктор исторических наук. А, юридических наук. И забавно, что он сидит, памятник как будто он стоит за такой университетской трибуной. Читает лекции. Либо, может, за какой-то депутатской трибуной с нее выступает. Хорошо сделано. Конструктор Высоцкий Михаил Степанович. И такой ангел, который подошел к нему и протянул руки, типа, пора. ММЗА, это, наверное, конструктор МАЗа. Видите, у него логотип МАЗа. И вон там внизу зубр. Королева Валентина Николаевна. Раз рядом, может, какая-то жена или родственница. Леонович Сергей Иванович. Без понятия. Яков Науменко вот это что-то слышал. Такая интересная над могильным надгробием скульптура из алюминия. Такая нотка, оливковая ветвь, птичка. И даже такой сделан, как микрофончик. А, вот, смотрите. Это, видимо, этот скульптор, который сделал в привокзальном сквере на Свердлово вот эту даму на лавке и девочку под зонтиком. Это Владимир Манов, Шбанов. В общем, все, кто минчане, знают, что на Свердлово, в этом скверике, за башнями-близнецами ворота Минска, есть вот такая дамочка на лавочке. С ней все фотографируются. А я всегда фотографируюсь год от года с девочкой под зонтиком. Вот что-то театральное. Тоже оригинально сделано. Их имена, этих актеров, Раевская. И изгибы по краям маска. Одна сатир улыбается, а вторая, типа, грустная такая. Достойно сделано. Приятно посмотреть. Есть сюжет, есть на что обратить внимание. Руслан Салей. Вы помните, хоккеисты, когда разбились на самолете. Вот. Его могилу часто посещают. Очень много лампадок, цветов. Вот Руслан Салей. Михаил Савицкий. Ну, это художник, все знают. У него в музее Масленников он выставляется. В основном там было про концлагеря. Такие тяжелые картины, рисованные крупно. Там люди с такими большими глазами и печальными лицами. В музее Минска, в картинной галерее Савицкого много. Ефтух. Не знаю таких. А вот, смотрите, Владимир Мулявин. Я уже снимал на беды дом, где жил Владимир Мулявин. А вот его памятник. Тоже очень много цветов. Скорее всего, посещают. А, там рядом и жена покоится. Аксенов Александр Николаевич. Государственный политический деятель СССР. Без понятия. Хамай, Надежда Иосифовна. Слюнтикова. Лорионов. Вот так тоже неплохо. Такая просто голова. Мина Леоновна-Снежкова. И на таком лаконичном, закругленном, мраморном столбике. И для восприятия контраста головы сзади тоже противоположного цвета. Белого кусочек мрамора. Ковалев. Обычный классический бюст. Вот необычный памятник. Такая, как будто надломленная то ли дерево, то ли свеча. Да, скульптура из мрамора. Как будто это свечка с капельками воска. Тут богоматерь и вокруг такой металлический из меди, из металла венец. Заслуженный врач Беларуси. Неплохо. Классический из красного гранита памятники. Врач-академик. Более такой тяжеловесный церковный памятник. Балуев с белорусским орнаментом и вазочка из мрамора. Классический церковный православный крестик. Виктор Тарасов. Народный артист СССР. Рельефный памятник со всякими разными финтифлюшками. Бюст, который удерживают ангельские крылья. Минин. Народная артистка Климова. Сидит в тронном кресле. Возможно, она играла каких-то цариц. Глушаков Валерий Игнатьевич. Вот такой вот густ. Что-то новое. Шифно Валентин Михайлович. Цветной памятник. Ребятки, а вот, кстати, могила Александра Тихановича. Помните, был такой с едвигой Поплавской. Пел. Умер относительно недавно. Деревянный типа крестик. Обрамлен вот таким гранитом. Оригинально. И подставка для лампадок. Сделана тоже со вкусом. Такой пенечек. И сверху деревяшка. А вот Михаил Демчук. Наверное, какой-то чиновничек. Но при этом сделан шар. И белый мрамор. Красиво. Просто тронный памятник. Восседает в таком во всем царском каких-то одежах. Янковский написан. Народный артист. Но это не Олег Янковский, а какой-то Ростислав Иванович Янковский. Артист БССР. Я знаю много Янковских. Его внук, например, вот играл Вова Адидаса недавно. Олега Янковского. Кто это, я не знаю. Возможно, тоже какой-то их родственник этой артистической династии. Такой памятник Ростовой. В полный рост человек как живой. И голубь присел на крест. Симпатично. А вот какой-то прям тоже в полный рост стоит какой-то деятель. И указывает нам светлое будущее или куда-то наверх. К небесам. Ёлки-палки. Это Михаил Финберг. Ребята. Он типа дирижирует оркестром. Да, это памятник Михаилу Финбергу. Не думал даже, что он тут похоронен. Хотя, да, он же белорус. Предсказуемо. Вячеслав Кебич. Помните такой, который был до Шушкевича в правительстве Беларуси? Он еще участвовал в первых президентских выборах. Я, когда был ребенком, все время путал Кебича и Шушкевича. Велла Масумян. Народная артистка Беларуси. Даже не знаю такой. Я пойду. Як пойду, я дорогою. Дрынилски. Возможно, какой-то композитор. Потому что у него вот под рукой нотки. Хочу обратить внимание, что все памятники сделаны с очень большой портретной и анатомической точностью. Вот еще народный артист Беларуси, композитор Иванов. Борельеф такой, бронзовый, но более детализированный. Помните, я снимал ролик про деревню Корытница? И там были вот такие вот вместо фотографий барельефы. Здесь вот та же идея, только сделана более профессионально. Но это никак не уничижает тех памятников в Корытнице. Они тоже самодостаточные и самобытные. Здесь просто была возможность обратиться к более профессиональному мастеру, чтобы вылепить. Ой, вот смотрите, интересный памятник. Куча приставленных вот так друг к другу стеклышек. Это типа они отождествляют лед, по которому бегал вот этот вот или хоккеист, или конькобежец. И вот они, спортивные конечки. Очень оригинально. И вот эти конечки, тоже сделанные на гранитной плите из такого мрамора. Такая ржавчина годы жизни. Как будто жизнь ее поела ржавчина. И самое, что интересно, вот эти вот стекляшки друг к другу поставленные. Они, видимо, отождествляют лед, должны символизировать, по которому он бегал на этих коньках. Задумка очень оригинальная. Мне вот нравится такое, когда вроде бы профессия там, или вид спорта, в котором он был успешен. И вот так это скульптор или родственники, возможно, изобразили. Красиво, стильно. Лазаревич Августин. Народный артист тоже в Беларуси. Заметален. С автографом. Так, тут мы вроде бы уже были. Вот такая вот большая, широкая. Ну, пройдемся вот по этой тогда галерее. Вот просто какой-то бетонный памятник, похожий на вот этот в Берлине. Помните такие бетонные, которые посвящены Холокосту? Не знаю, кто тут погребен. Видимо, надпись заметена снегом. Вот, видимо, немножко выгорел памятник. Очень плохо читается. Надо обновлять. Академик. Какой-то хирург. Рудский. Вот такой тоже барельеф, просто выдолбленный в скале. Академики. Вот такой вот триптих. Минск, Москва и даже Могилев. Пилюта, промышленник и политик. Я даже не знаю такого. В Могилеве в 39-м что он родился, жил. И, кстати, из оригинального здесь на Могилу принесли вот такую вот новогоднюю елочку в пакете. Академик Борисевич. Татьяна Медведь. Помню, был спортсмен Медведь. Может, это родственница. Так, здесь мы уже проходили. Орловы. Тоже артисты белорусские. Композитор Генрих Вагнер. Но я не думаю, что это прям тот композитор Вагнер. Наверное, все-таки однофамилец. Но композитор. Я не знаю за такого Вагнера. А вот, кстати, рядом с Вагнером совсем неприметный памятник Стефания Станюта. Помните, ее внучка Станюта, София, и улицу назвали в честь вот этой Стефании Станюты с такими коттеджами над сне. Вот она здесь. А, это, наверное, вот эта Богоматерь. Это ее памятник, потому что они вот тут рядышком. Савченко, без понятия, кто такой. Ну, вот какие-то ангелочки. Микулич. А вот что-то вообще. Скворцов. Валерий и Валерия. Кто такие? Видимо, какие-то художники, потому что что-то очень сюрреалистичное. Вот такой какой-то леденец. Или это, может, крик мунка, только облаченный в камень и на могиле. Здесь какая-то рыбина, которая восседает на вот этом витиватом кресте. Сделано с задумкой. Можно постоять, повтыкать. Тоже обожаю такую оригу. Лебедев. Чекилев. Такой розовый мрамор, похожий на армянский туф. И почему вот еще по кладбищу я снимаю в основном про дома, про архитектуру. Но кладбище и надгробие – это тоже своего рода архитектура, с которой человек связан. И с которой он живет – это вкусовщина, как и ремонты в квартирах или обустройство фасадов домов. Точно так же человек, умирая, он или через своих родственников, вот Мулявин, кстати, делает определенным вкусом себе последнее пристанище. И прогулки по кладбищам – это еще и обзор тоже, как люди живут, их вкусов, чаяний и представлений о красоте и моде. И стиле только уже в последний путь. Ребят, галерея очень большая, времени очень мало, поэтому мы прошлись только по одному ряду аллеи со звездами. И вы можете оставлять снова свои комментарии, кого вы знаете из показанных памятников усопших, о ком никогда не слышали. И по результатам ваших просмотров и комментариев я заеду и посещу это кладбище еще. И погуляю по нем. Возможно, о нем надо рассказать подробнее. И давать ли ссылки вообще на людей, которых я вижу. Тогда я буду чуть больше монтировать ролик, чуть дольше. Но зато будут какие-то скриншоты и отсылки хотя бы из Википедии. В общем, пишите. Это был «Вечерний садовой». Всех обнял. Пока.